В ходе брифинга Минобороны России сообщила о том, что ракетными войсками и артиллерией были поражены 1260 украинских военных объектов, а также распространила видеокадры боевых вылетов истребителей бомбардировщиков Су-34. Россия вновь обратилась к украинским военным, держащим оборону на Азовсталию, с предложением сложить оружие. На Донецком и Херсонском направлениях российские оккупанты активизировали наступательные действия вдоль всей линии соприкосновения. Основные усилия противника сосредоточены на прорыве обороны украинских войск в Луганской и Донецкой областях, а также установлении полного контроля над городом Мариуполь. Бои ведутся также на Изюмском направлении в Харьковской области. Более 200 населенных пунктов остались без света после повреждения высоковольтной линии в Луганской области. Глава региона Сергей Гайдай заявил, что ВСУ сохраняют контроль над Рубежным и Попасной. Третий день подряд в зоне боевых действий не будет работать ни один гуманитарный коридор. Субтитры создавал DimaTorzok